Девушки отдыхают Наука странствий Привет, дети! Привет, Бода! Сегодня я буду учить вас путешествовать. Все за мной! Бода, куда мы идем? В Австралию. Австралия со всех сторон окружена океаном. До нее не дойти пешком. Дойти! Видишь, это Австралия. А вокруг океан. Пешком никак. Не умеете ходить по воде? Ха-ха! Учитесь! Ай-яй-яй-яй! Раз вы так боитесь ноги промочить, полетим на самолете. О, да это воздушный шар! Так, ну все, полетели. Морфы, газу! Ой, Бода, подожди. Ты же забыл карту и компас. И не взял с собой никаких вещей. Отставить! Все это лишний груз. Бода, как же мы узнаем, куда лететь? Нужна карта? А, забудьте про карту. Используйте нюх. Чую Австралию. Полный вперед! Ну, наконец-то! Что-то не то с этой фотографией. Ну и ладно, добро пожаловать в Австралию! Бода, здесь написано Северный полюс. Ты заблудился и вместо Австралии прилетел на Северный полюс. Это часть плана. Сейчас покорим Северный полюс, а там и до Австралии рукой подать. Бода, чтобы ходить по снегу, нужны лыжи. Хе, пешком согреемся. Заодно научу вас по снегу ходить. Вот, смотрите. Бода, ты же замерзнешь. Так холодно. Чай. Горячий чай. Бода, у нас нет чая. Ты же все оставил дома. Нет чая. Так, дети, вы устали? Самое время путешествовать домой. Морфы на борту. Так, дети, теперь скажите, что самое главное в путешествиях? Нюх! Ха! Самое главное в путешествиях – это подготовка. Понятно? Понятно, Бода. Так что же вы сидите? Давайте готовиться. Ой, сколько вещичек! На этот раз сами за чемоданьте, что нужно. Так, компас и карта, чтобы не заблудиться. Вода и вида, чтобы подкрепиться в пути. Куртка, чтобы не замерзнуть на ветру. Спасательный жилет, чтобы не утонуть. Бода, зачем тебе столько вещей? Будем покорять океан. Это же пруд, а не океан. Каждый пруд впадает в океан. Это же круговорот прудов в природе. Сейчас и мы обязательно куда-нибудь впадем. Ай! Ай, Бода! Привет, дети! Привет, Бода! Дети, мы прилетели в Амстердам. Вот он какой стеклянный. В нем много людей и много кафе. Но, Бода, это не Амстердам. Это аэропорт Схипхол. До Амстердама еще нужно доехать. На поезде, например. А я что, по-вашему, делаю? Поезд жду. Здесь ты его не дождешься, Бода. Поезда приходят на железнодорожную станцию. Вот я и говорю, морфики, быстро ищите станцию. И это что, по-вашему, станция? Ладно, Бэйгл тоже подойдет. Так, дети, станция не найдена. Вспоминайте, что я вас учил делать в подобных случаях. Спрашивать у прохожих. Выручай, поезд ищу. Извините, что ты говорила? Я не понимаю тебя. Что это с ним? Он какую-то ерунду говорит. Поезд. Извините. Бода, но он не говорит по-русски. Сова? Сова? Что это она мне какую-то сову предлагает? Хе-хе-хе. Сова мне не нужна. Мне нужен поезд. По-е-е-ст. Пардон, я не понимаю. Эта женщина говорит по-французски. Люди из разных стран говорят на разных языках. Ух ты. Я тоже на разных языках буду говорить. Простите, я вас не понимаю. Странный какой-то. Я же с ним как с человеком. На разных языках говорю. А у меня и бац, и на моем отвечает. Ладно, дети. Если с языком ничего не вышло, используем бороду. А может, поищем указатели? Точно, в аэропортах всегда есть таблички с рисунками. Вот видите, борода всегда помогает. Осталось угадать, какой из этих значков обозначает железнодорожную станцию. Здесь нарисована чашка, значит, это кафе. Это туалет. Это такси. А вот здесь нарисован поезд и стрелка. Значит, железнодорожная станция в той стороне. Давно мечтал побывать в Амстердаме. Ведь только здесь есть египетские пирамиды. Бода, египетские пирамиды в Египте. Вот я и спрашиваю. Не подскажите, от Египта сколько остановок? Что ты сказал? О, да, пирамиды. Просто секунду. Ху-ху, спасибо. Хе, долго ехать. Ну ничего. Зато попутчик добрый. Телефон мне подарил. Бода, это не подарок. Конечно, не подарок. Когда пирамиды в другой стране оказались. Вы, главное, учите иностранные языки. А то потеряйтесь без меня. Бода, попутчик просит вернуть его телефон. Хе, так бы сразу и сказал, что это, по-фавор. По-фаворы мне даром не нужны. Привет, дети. Привет, Бода-борода. Сегодня я научу вас альпинизму. Будем покорять египетскую пирамиду. Бода, но альпинисты поднимаются на горы, а пирамиды не для того, чтобы их покорять. А для чего же еще? Древние египтяне их построили, чтобы возвеличить своих царей. Вот и мы сейчас возвеличимся. Полезем на эту самую высокую. Это пирамида Хеопса. Ничего, мы быстро залезем. Хеопс даже не заметит. Бода, Хеопс жил четыре с половиной тысячи лет назад. Вот так, понятно? А потом втыкайте флажок. Бода, посмотри, здесь говорится, что на пирамиду залезать нельзя. Хитренький ваш какой, Хеопс. Табличку повесил. Но ничего, Бода все равно хитрее. Смотрите, я уменьшил пирамиду. Не покорил. Бода, мы знаем этот фокус. Пирамиды далеко, поэтому выглядят маленькой. Покорил. Покорил. Ну, дети, не любите фокусы? Покажу вам бомбочку. Бода, с парашютом на пирамиду прыгать тоже нельзя. Да что это за Хеопс такой? Залезать нельзя. Уменьшать нельзя. Помбочкой нельзя. Зато внутрь заходить можно. Внутрь? Точно. Буду пирамиду изнутри покорять. Ну и дом. Ни окна, ни форточки. Как они тут жили? В пирамидах никто не жил. Фараонов не хоронили. Каких еще фараонов? Так назывались цари в древнем Египте. Фараон считался воплощением бога на земле. Поэтому некоторым фараонам еще при жизни, по их собственному указанию, строили огромные усыпальницы. Эта пирамида была построена для фараона Хеопса. Вот его склеп. Итак, дети, чтобы покорить пирамиду Хеопса... Я знаю, нужно стать ученым. Ученым разрешают подниматься на пирамиды. Что же вы раньше молчали? Хе-хе, я мигал. Всего-то пару библиотек прочитать. Пирамида Хеопса, дети, состоит из полутора миллионов каменных блоков. Каждый весом – автомобиль. А общий вес пирамиды – 4 миллиона тонн. Столько же весит воторы тысячи пятиэтажных домов. Целый город. До сих пор ученые спорят, как четыре с половиной тысячи лет назад древние египтяне, не имея современной строительной техники, сумели построить такое огромное сооружение. Ура, Хеопса! Ты и правда покорил пирамиду! Дети, ну что вы меня пугаете? Снимите меня скорее отсюда. Высоко все-таки. Так, дети, вот мы и в Бельгии. Ну и где этот ваш писающий мальчик? Бода, писающий мальчик в Брюсселе, а ты приехал в Мехелин. Отсюда мальчика не увидишь. Раз не увидишь, попробуем услышишь. Ого-го-го-го-го-го! Какой громкий мальчик! Теперь понятно, почему он так знаменит. Нет, Бода, это не писающий мальчик. Это коррельон! А какой еще круассан? Коррельоном называют колокольный перезвон. И инструмент с множеством колоколов. А Мехелин стал лица коррельонной музыки. Как интересно! Ну все, поехали в Брюссель на мальчика-фонтанчика смотреть. Нет, мы хотим еще послушать коррельон. Ой, коррельон перезвон мне в бороду. Вот, слушайте. Бода, нужно не так. Колокольный звон издает не колокольчики, а большие колокола на башне. О! И что мне? На башню теперь лезть? За колокола дергать? Бода, внутри есть лестница. Эх, опять пешком топать. Триста пятнадцать, триста шестнадцать, триста семнадцать. Даль, без. Безобразие. Колокола повесили, не достанешь. А ведь я предупреждал, что иду на башню учить детей перезвону. Морфы вперед, то есть вверх. Ай, сигнализация сработала. Дыши. Бода, это коррельон. Он может играть в автоматическом режиме. Вот, смотри. Это специальный барабан с усиками, который запускает перезвон. Хе, усики он отрастил. Борода у слов не боится. Сейчас настучу вам на этом барабане собачий вальс. А играть надо на клавиатуре. Видишь, она состоит из рычагов и педалей. С ними связаны колокола. Ударяешь по рычагу, и проволока дергает молоток на колоколе. В башне собора Святого Рамуальда два коррельона. По сорок девять колоколов в каждом. Ладно, уговорили. Сыграю вам на коррельоне. Так, прекратите это ваше того-этого. Я вот тут свачачий вальс играю, а вы мне что включаете? Для того, чтобы играть на коррельоне, нужно поучиться в школе коррельона. Она тут, неподалеку, в Мехелине. Так, нам бутерброд, круассан и какао. Бода, это не меню, это ноты. Что мне вас еще и музыке учить надо? Стоп! Ну сколько можно говорить? Спину прямее, ноги свободнее. Я уже сам научился, а ты все ее не понимаешь. Вот, дети, это коррельон. Его можно увидеть в Мехелине. А вот это, висающий мальчик. Его можно услышать в Брюсселе. И, пожалуйста, больше никогда их не путайте. Пустыня Сахара Привет, дети! Привет, Бода! Сегодня я научу вас сделать куличики. Хе-хе-хе-хе. Ой, морфики весь песок истратили. Дети, вспоминайте, где взять песок. Больше всего песка в пустыне Сахара. Вот и пойдем в эту вашу Сахару. Бода, но в пустыне опасно. Бода, но в пустыне опасно. Бода, но в пустыне опасно. Хе-хей, дети, что я вам говорил. Вот песок, а вы, опасно, опасно. Вот. И вот так. Ой, ну и жара. Надо искупаться на дорожку. Бода, где ты будешь купаться в пустыне? Песок – это пляж. Пляж – это море. Морфики, за мной! Какой большой пляж. Сахара огромная. Она размером с большую страну, почти как Соединенные Штаты Америки. И еще в ней легко заблудиться. Ой, вот насмешили. Это вам не лез. Думаете, я в трех холмах заблужусь? Песчаные холмы в пустынях называются дюны и барханы. А вот и море шумит за той бархандюлиной. Бода, это поющие пески. На речке, на речке, на ту бережучке. Эй, пески поющие, чего вы не подпеваете? Пески не поют песен. Просто иногда, скатываясь по склонам дюн, песчинки электризуются и издают разные звуки. Это явление называется поющие пески. О, хо-хо! А вот и море! Эх-эх-эх! Бода, там нет моря. Это мираж, такое природное явление. Когда в воздухе появляются изображения разных предметов. Все, накупался я в вашем мираже. Домой пора. Эй, кто взял мой чемодан? И где выход из этой сахаропустыни? В пустыне легко потеряться, потому что все одинаково и нет никаких ориентиров. Сейчас будет вам ориентир. Спросим дорогу у прохожих. В пустыне прохожих долго можно ждать. Эй! Хе-хе! Здесь что? Никто не живет? В Сахаре живет два миллиона человек. Есть оазисы с водой и растениями. Деревни и даже небольшие города. Но есть совсем необитаемые территории. По ним почти никто не ходит. Эйх, так и быть! Научу вас выблуждаться из Сахары. Итак, дети, вспоминаем, как найти дорогу в пустыне. Можно ориентироваться по солнцу и своей тени. Как же падала тень, когда вы только пришли? Я помню, тень падала назад. Солнце еще не сильно сместилось. Значит, теперь нужно идти так, чтобы тень падала вперед. Хе-хе! То-то же! Теперь будете знать, как по морфикам дорогу искать. Что ж, пора научить вас делать куличики. Ой, песок сухой. А нужен влажный. Дети, где у нас на земле вода водится? Май-пупунер. Дети, сегодня я покажу вам чудо природы. Ух ты, а какое! А вот вы сами и выбирайте, какое. Замечательно! Отправляемся к этим чудесным пенечкам. Это столбы выветривания на горе Май-пупунер. И они очень далеко. Нужно лететь на самолете, потом ехать на машине. Ничего, как-нибудь дотопаю. Вода, что случилось? Топ-топливо закончилось. Чудо природы, чудо природы. Чудес не бывает. Вода, ты же почти пришел. Вот они, столбы выветривания. Чудовище! Вода, это просто камни. Нет, смотрите, это привидение. А вот индейец. А вот женщина с подушками. А вон вообще, эй, старушка пирожок ест. Слышите, они с морфиками разговаривают. Вампу-мампу-чичук. Нет, столбы не живые. Сам потрогай. Дети, перед вами гигантские скульптуры, сделанные великанами. Великаны тут ни при чем. Раньше здесь были горы, но ветер и вода их разрушили, и остались только столбы. Это происходило на протяжении двухсот миллионов лет. Ой, дети, не отвлекайтесь. Нам надо срочно тут все измерить. Один, два, три, четыре, сто девяносто пять, сто девяносто шесть. Ничего себе. Высота сто девяносто семь бодов-бородов. Самый высокий столб сорок два метра. Это как четырнадцатиэтажный дом. А я о чем? Это же дома древних людей. Просто они за воду платить забывали, и дома немного окаменели. Ой, 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 ой. Так, где лифт? Ха-ха. Бода, это не дома, и лифта там нет. А как я тогда наверх заберусь, чтобы флажок моткнуть? Ты что, на них нельзя забираться, столбы от этого разрушаются. А еще нельзя, потому что для народов манси это святыня. Маньпапунер на их языке означает «малая гора идолов». Ух ты, идолы. Тогда мы сейчас своего идола сделаем. Вот, дети, вернемся сюда через двести миллионов лет, а у нас уже собственный столб с флажком выветрился. Хе-хе. Чудо природы. Вулканы Камчатки Бода, зачем ты в холодильник залез? Здорово, я от вас спрятался. Правда? Ой, вы же совсем замерзли. Да, поэтому сейчас поедем греться. Куда? В Африку? Нет, в долину драконов. Вот, дети, это долина драконов. Ух ты, вулканы. Бода, мы на Камчатке. Смотрите, драконья нора. Нет, это кратер вулкана. Какой такой кратер? Какой такой вулкан? Вулкан – это гора, из которой извергается лава. А вот это кратер. Да вот же, смотрите, кожа дракона. Мы на драконе. Нет же, это лава. Во время извержения она жидкая и очень горячая. А потом она застывает в разных странных формах. Ну вы, фантазеры. Смотрите лучше, что дракон натворил. Сжег лес и вертолет сбил хвостом. Нет, это вулкан выбрасывает пепел и он мешает летать самолетом и вертолетом. А о том, что вертолеты драконам летать мешают, вы подумали? Драконам нужен уют. Чтобы яйца высиживать. Буда, это не яйцо дракона, а вулканическая бомба. Видишь, из вулкана вылетают комки лавы. Они вращаются и из-за этого становятся круглыми. Ну вот, всех драконов своими бомбами распугали. Кто нас согреет теперь? Буда, а разве вам еще холодно? Да какое там холодно? Жара вон какая. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Кто забыл выключить плету? Ой! 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 Ой, Буда, это вулкан толбачек. Он извергался несколько лет назад. Но лава была такая горячая, что на ней до сих пор можно яичницу жарить. Яичницу жарить прямо на камнях? Их, здорово! Надо запомнить это место. О! Ух ты! Хе-хе! Еще какое ух ты! Итак, дети, сегодня я показал вам удивительный край Камчатку. На Камчатке есть много вулканов. Стой, Бода, здесь ошибка! Вот, это вулкан. Горячих источников. Опять ошибка, вот горячий источник. Хе-хе! На Камчатке есть много гейзеров. Нет, Бода, опять ошибка. Гейзер – это тоже горячий источник. Но иногда он бьет фонтаном. Хе-хе-хе-хе! Эх, да! Хорошо на камчатских драконах, то есть вулканах, то есть на горячих источниках. Великий Новгород Привет, Бода! Куда мы поедем сегодня? В Афины? В Рим! Надоели старые города. Мы поедем в новый, современный город. В Великий Новгород. Ха-ха, Бода! Новгород – самый старый город России. Ему больше, чем 1150 лет. Какой там старый? Дома еще не достроены. Сейчас Бода вам покажет, как настраивать товар. Бода – это же самый старый район Новгорода, Рюриково городище. Здесь началась история российского государства. Как это началось? Здесь жили разные славянские народы. Они постоянно ссорились. Чтобы навести порядок, в 862 году они решили позвать себе правителей из другой страны – князей. Первого князя звали Рюрик. Отсюда и название – Рюрикова городища. Ну и где ваш Рюрик с князьями? Ушел, конечно. Кто захочет править в доме без крыши? Ладно, сейчас построим и снова позовем. Бода, это же исторический памятник. Памятник? Надо же, а похож на дом с башенкой. Ладно, пойдем дальше. Видали? Это новгородский детинец. Тысячу лет назад здесь жили князья и простые люди. Крепостные стены защищали их от врагов. А церковь называется София Новгородская. Детинец – это я понимаю. А кто стены красить будет? Тысячу лет с некрашенными стенами жить нельзя. Годов, детинцы – музей, а стены такими и должны быть. А, музей! Все, дети, памятник посмотрели, по музею походили, теперь домой. А как же фрески? Так и быть. Куплю вам на рынке пучок свежих фресок. Фрески – это настенные росписи. Вот фреска Феофана Грека. Ну что такое? Еще и фреска у них не дорисована. Ай, давайте я дорисую. Бода, нет! О, росписи немного стерлись, но дорисовывать их не нужно. Это же исторический памятник. Хм. Би-би-би. Вот что я вам скажу, дети. Новгород – очень старый город. Поэтому многие памятники здесь сохранились не полностью. Но можно их дорисовывать. Воображение. Ну-ка, ну-ка, дети. Что думаете, каким был древний Новгород? Так, это современный город. Этот похож на старый французский городок. Этот на китайский. Вот, древний Новгород мог выглядеть вот так. Так, 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 ага. Бода, что ты строишь? Строю новый город. Надо же князьям новгородским где-то жить. Раз их детеница во музей превратили. Но князей больше нет. Россия теперь руководит президент и правительство. В моем городе хоть президент, хоть князья, хоть королева. Любой жить захочет. Снежные барсы. Бода, привет. А что ты читаешь такое грустное? Эй, привет, дети. Красную книгу. Здесь написано про исчезающих животных. Да, это очень грустно. Так, дети, хватит грустить. Нужно срочно найти животных, пока они совсем не исчезли. Начнем мы со снежного барса. Так. Алтай. Горы. Лес. Снег. Мы на месте. Начинаем копать. Бода, что ты ищешь под снегом? Барса, конечно. Он же снежный. Значит, под снегом живет. Ха-ха. Бода, барсы живут в пещерах и ущельях. Высоко в горах. А зачем вы меня тогда копать заставляете? Ищем ущелье в пещерах. Вот пещеры, в которых... В которых... Снежного барса тоже не видно. Спрятался, видать. Сейчас я его выманю. А как ты его выманешь? Сделаем для барса приманку. Бода, барс хищник. Он ест мясо, а не морковку. Эх, разбаловались вы у меня. И снег вам не пещера, и морковка не мясо. Все, сами ищите барса, а я в спячку залягу. Ха-ха. Бода, проснись. Снежный барс нашелся. Вот еще. Развелось этих снежных барсов. Ах, пожбать не дают. О, снежный барс! Нашелся! Ха-ха, и ничего-то он не исчезает. Все неправда. Воды, исчезающие животные, это те, которых осталось совсем мало. Во всем мире снежных барсов всего несколько тысяч. Во многих странах барсы находятся под охраной государства. Для барсов делают специальные заповедники. Ученые изучают барсов и ищут способы сохранить этот вид. Ха-ха-ха. Морфики, не повредите снежного барса. Его всего несколько тысяч осталось. И вообще, домой пора. Ладно, оставлю тебе фотоловушку. Будешь морфиком фотографии слать. Во, видите, фотография пришла. Итак, дети, теперь вы поняли, зачем нужны заповедники и как важно беречь природу. Да, Бода, поняли. Ха-ха, сейчас проверю. Смотрите, что из этого делать нельзя. Нельзя оставлять за собой мусор и вредить деревьям. А фотографировать можно. Ха-ха. Ой, это еще что? Морфики сажают деревья, чтобы помочь природе. Отлично, морфы! Вот насажаем себе лес с горами и снегом. Тогда и у нас снежные барсы сведутся. Ха-ха-ха. Берете фигуру и делаете ход. Вот так. Вот так. Не забывайте, дети, цель игры поставить мат королю. Тебе мат, Бода. Дети, это неправильные фигуры. Иначе я бы не проиграл. Сейчас я покажу вам правильные. Смотрите, какие они должны быть настоящие шахматные фигуры. Ай-яй-яй. Хе-хе-хе-хе. Ай-яй. Но это не шахматы, а терракотовая армия. Древний китайский император Цинь-Шу-Хуан-Ди, чтобы оставить память о своих достижениях, приказал сделать из терракоты. Терракота – это глина такая. Несколько тысяч воинов. Захороните их рядом с собой в огромной гробнице. И потом, дети, не до истории сейчас. Лучше помогите фигуры выбрать. Вот, смотрите, какие пешки. Так, эти десять будут за черных, а эти пятнадцать за белых. Эй, то есть, фу, эти семь за белых, а эти... Запутался я совсем. Такие они одинаковые. Раньше фигуры были цветными, но краска теперь разрушилась. Точно. Хе-хе-хе-хе. Нужно их покрасить. Боды, их нельзя красить. Это же музейные экспонаты. Ладно, пешки и такие подойдут. Вот, еще коней возьмем. Лучников. В шахматах не бывает лучников. У нас будут. Так, а где слоны? И короля не могу найти. А-а-а-а-а! Хе-хе-хе-хе! Слонов и короля здесь нет. Как это нет? А здесь что? Здесь захоронен сам император Цинь Шихоэнди, но гробницу еще не раскапывали. Вот лентяй. Ладно, сам раскопаю. Может, он туда слонов с королями спрятал. Бода, ты что? Там установлены ловушки со стрелами. И ртуть повсюду. А ртуть ядовито. Ой. Да и пожалуйста, буду без короля играть. Вы мне тогда мат поставить не сможете. Хе-хе-хе-хе. А всех этих ваших страшилок я не боюсь. А-а-а! Молодой! А-а-а! А-а-а! Вот вы какие! Я к ним по-хорошему, за пешками приехал, а они порисовать не дают. Короля со слонами упрятали. Ртуть у меня травят. Птицами пуляются. Все, я домой еду. Так-так-так-так. Хе, ишь ты. А-а-а! Так-так-так. Бода, мы тебе подарок привезли из музея терракотовой армии. Кота-кота, это ладно. Ого-го-го! Да это же те самые-самые правильные фигуры! Вот. Вот так. А мы вот так. А я вот так. А я вот так. А я вот так. И вот так. И вот так. Бода, ты нам мат поставил. Хе-хе, я же говорил, с правильными фигурами я вас мигом обыграю. Как получить визу. Привет, Бода! Привет, дети! Сегодня я научу вас купаться в озере. Вот так примерно. Понятно примерно? Бода, пруд пересох от жары. Вот, смотри, неподалеку есть озеро. Если выдаем побольше, то и вещей надо взять побольше. Поехали на ваше неподалеку. О, озеро. Поднажмем. Вы доехали до границы. Чего? Эй, ты, кофемолка, сейчас же пропусти нас к озеру. Предъявите визу. Так бы и сразу и сказал. Сейчас все будет. Вот. Ой, не то. Вот виза. То есть, вот. А это что за утка? Матрас хочешь? Вот, полотенце возьми. Дальше, что ты хочешь-то? У меня больше и нет ничего. Бода, озеро находится в другой стране. Чтобы попасть в нее, нужно предъявить разрешение на въезд. Такое разрешение называется визой. А получить его можно в посольстве. Ладно. Будет вам посольство с визой. Дайте мне, пожалуйста, визу. Пложите в ящик заграничный паспорт. Паспорт? Заграничный паспорт это документ для поездок в другие страны. В нем написано твое имя и есть твоя фотография. Брррр. Ладно. Будет вам заграничный паспорт. А дайте мне, пожалуйста, заграничный паспорт. Положите в ящичек анкету и справки. А мне вот это еще сюда. Хорошо. Можно? Спасибо. Нельзя. Можно? О. Вот. Получи мою визу. Пип. А? Ну что такое? Бода, кажется, ты получил визу не той страны. Ой, а как же я определю, где получить визу той страны? Бода, смотри, вот, такой же флаг, как и на турнике. Кети, спасибо. О, успеваю. Эй, печать. На, так, то последнее. Ага, не успел. Нет, успеваю. Ох, наконец-то купаться. Бода, ты ласты и полотенца забыл. Ой, сейчас, сейчас. Как? Опять? Кажется, у тебя была виза только на один въезд. Одноразовая. Ты не можешь дважды пройти по ней через турникет. Но, ты можешь получить многоразовую визу, чтобы купаться в озере каждый день. Да подпишите мне здесь, пожалуйста. Ой, а вот эту печать куда поставить? Ой, спасибо. А кто последний? Кудее здесь я. Хорошо. А вот к этому кто? Куда? Ага, чего? Ну так вот, дети, записывайте теперь, как в озере купаться. Чтобы искупаться, вам нужно поехать за границу. Чтобы поехать за границу, вам нужно сделать визу. Чтобы сделать визу, вам нужен паспорт. А чтобы получить паспорт, вам нужно... Фото из Парижа Ух ты, Париж! О, вот так давай. Привет, Бодобородок! А что ты делаешь? Привет, дети! Фотографируюсь. Я мамулечки. Смотрите и учитесь, как делать фотографии из Парижа. Ты что снимаешь? Меня снимать нужно, а не антенну какую-то. Это не антенна, а Эйфелева башня. Ее построил инженер Гюстав Эйфель для Парижской Всемирной Выставки 1889 года. Через 20 лет башни должны были сместить, но посмотреть на нее приезжало столько людей, что ее решили оставить. Все приезжали, а я нет. Немедленно идем к башне фотографироваться. Ну и громадина. Даже в фотоаппарат не вылезай. В башне 324 метра, а весит она 10 тысяч тонн. Но для ее размеров это очень мало. Бода! Не надо пилить башню! Лучше отойти немного! Так-то лучше. Что такое? Посмотреть на Эйфелеву башню приезжает 7 миллионов туристов в год. Это в три с половиной раза больше, чем живет людей во всем Париже. А ну все разойдитесь! Я для мамочки фотографируюсь! Давай. Вот так. И вот так. И теперь вот так. И вот так вот так. И еще вот так вот так вот так. И вот так... Опасно это дело в Париже фотографироваться. Учитесь, пока я живу. А еще можно фотографироваться на самой башне. Бонзюр. Пардоль, мама. Я в лифте. Не могу говорить. Ух ты! Ух ты! Ух ты! Смотрите, какой домик с мясной! Бода. Это не домик, а собор Нотр-Дам. А это Лувр. А это центр Помпидо. Один из самых известных музеев современного искусства. И церковь Сакрыкер. Дети, не отвлекайтесь! Высотища-то какая! С 1889 по 1930 год Эфелева башня была самым высоким сооружением на Земле. Раз вы такие умные, вот вам задачка. Все эти строения были когда-то самыми высокими в мире. Ну-ка, расставьте их по порядку. Раньше всех появилась пирамида Хеопса. Потом Кельмский собор в Германии. Затем монумент Джорджу Вальшингтона. Эйфелева башня. А Небоскарев в Дубае построили совсем недавно. Он в два с половиной раза выше Эйфелевой башни. Все, дети. Теперь вы знаете, как фотографироваться с самыми высокими строениями мира. А я иду фотографии мамулечки отправлять. Пока, Бода. Ар-вуар, дети. Это же от Бодочки моего. О, Эйфелева башня. Нотр-дам. Какие чудесные фотографии. Будто сама в Париже побывала. И теперь вот так. И вот так, вот так. И еще вот так, вот так, вот так. И еще вот так, и вот так. И вот так. Великая китайская стена. Бода, привет. Куда мы сегодня поедем? Привет, дети. Никуда не поедем. Я решил построить свою достопримечательность, чтобы все к нам ездили. Ух ты. Великую китайскую стену. Бода, но великая китайская стена уже есть в Китае. Смотри. Это, это великая стена. Да, Бода, она самая. Огромная крепостная стена, которую китайцы построили в древности, чтобы защитить страну от врагов. Подумаешь, построили. Я свою стену первой придумал. А это... Подделка. Нет, она старше. Нет, я старше. Нет, она. Еще мой дедушка о великой китайской стене подумывал. Бода, китайской стене больше двух тысяч лет. Когда начинали строить великую стену, не только твой дедушка не родился, а даже дедушка не родился. Это что ли не дедушки мои стену придумали, а стена дедушек? Тогда у нее должна быть борода. Вот теперь ваша стена старше. Зато моя будет больше. Целых 17 метров. Бода, но длина великой стены девять тысяч километров, а со всеми ответвлениями двадцать одна тысяча километров. Это самое длинное строение на Земле. Хе, фантазеры. Поеду сам измерю. Один, восемь, тридцать семь, четырнадцать... Бода, чтобы пройти китайскую стену нужно минимум полгода. А велосипед я зачем взял, по-вашему? А на велосипеде минимум полтора месяца. Хе-хе-хе! Да за полтора месяца я две такие стены построю! Бода, один человек не может построить такую длинную и толстую стену даже за всю жизнь. А мне морфики помогут! Великую стену строили сотни лет. За все время в строительстве приняли участие много миллионов человек. Так, дети, хватит меня уговаривать. Ясно же, что мы с вами великую китайскую стену не построим. Да и зачем? Вот же она! Огромная, великая, и приезжают на нее посмотреть десятки миллионов посетителей. Вот! Да, Бода! Сегодня и на века открывается величайшая достопримечательность египетские пирамиды! Египетские пирамиды! Вот так-то! Египетских пирамид уж точно нигде в мире нет! Бода, египетские пирамиды уже есть! Тихо! Не шумите, а то всех туристов мне распугайки. Северное сияние Северное сияние Бода, привет! Что ты делаешь? Привет, дети! Сейчас я научу вас смотреть на северное сияние. Только найду его. Бода, но здесь северного сияния не увидеть. Почему? Потому что мы в Турции в разгар лета и на дворе ранее утро. А что вы предлагаете? Смотреть северное сияние на севере зимой ночью? Да! Северное сияние чаще всего можно увидеть в районе полюсов земли с октября по март. По вечерам. А я что вам говорю? Надо идти на север. Как раз к зиме и дойдем. Вот дети. Деревня Кильпись-Ярви. Зима. Есть полярный круг? Есть! Что нам еще нужно? Чтобы увидеть северное сияние. Северное сияние можно увидеть только на ясном небе в период с октября по март. А микроскопы воздушный шар для этого не нужны. Деревня есть. Небо ясное есть. Отправляемся на поиски. Да я здесь грибы скорее найду чем сияние. Что за шум посреди ночи? эти звуки издают северное сияние. Бода посмотри на небо. Караул пожар на небе. Он нам все северное сияние сожжет. Бода, Бода, Бода! Бода, это не пожар, это... Ладно, ладно, уж и пошутить нельзя. Сам знаю, это звездная пыль. Сейчас я ее пропылесошу. Нет, Бода, это северное сияние. Эй, мечток, пыль надо пылесосить, а не меня. Эй, ай, 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 ай. Бода, это и есть северное сияние. Это северное сияние? А чего? Красиво. Так, дети, быстро все смотрим на северное сияние. Эй, вы чего? Включите обратно. Бода, не расстраивайся. Северное сияние редкое явление. Люди едут через полмира и подолгу ждут, чтобы на него посмотреть. А еще его можно увидеть из космоса. Так что же вы сразу не сказали? А то кельписьяр, 33 кельписьяра на кельписьяре кельписьяровали. Ого! Смотрите, на земле случился взрыв на фломастерном заводе. Видите, краска в воздухе. Нет, Бода, так выглядит полярное сияние из космоса. Оно возникает благодаря столкновению заряженных частиц, испускаемых Солнцем с верхними слоями земной атмосферы. Да шучу я. Конечно же, это столкновение слоев с земным Солнцем атмосферы, испускаемых Солнцем с верхними слоями заряженных частиц коры. Версаль Смотрите, дети, я скопил кучу денег. Ух ты! Куплю себе новый дом. Где здесь магазин домов? Нет, мне не подходит. Ну, тут мне Арчка не нравится. Ты что это за халупа? Нет, тоже не подходит. А вот этот домик мне нравится. Роскошь мне к лицу. Бода, это же Версальский дворец. Президенция короля Франции Людовика XIV. В нем обитало несколько поколений французских королей. О, подходит. Заверните два. Хе-хе, шучу, одного хватит. О-хе-хе, сколько желающих Версаль купить. Хе-хе, нужно поторопиться. Один Версаль, пожалуйста. Уф, купил наконец-то себе дворец. Теперь я не абы кем, а королем буду. Бода, ты купил не дворец, а билет на осмотр. Почести потом. Пойдемте смотреть мою берлогу. Каждому Морфу по комнате. А остальные 690 комнат займем мы своей бородой. Здесь я буду кувыркаться. Здесь переодеваться. Здесь правую ногу чесать. Здесь левую. Здесь буду ворчать. Здесь апчхей делать. А здесь апчхей. Бода, у тебя уже есть комната для апчхи? Дети, не мелочитесь. Король может делать апчхию. В любой комнате. Так, с комнатами разобрались. Теперь надо принять королевский вид. Придется бороду сбрить. Ой, как много меня. Ух ты, Бода. Это же знаменитая зеркальная комната. И что, мне каждого теперь брить? Так, так, так. Что? Уже гости? Бода, это туристы. Гости приехали, а в доме шаром покати. Нужно хоть и картошки в огороде накопать. А где же вся картошка? Где... Где же вся лопата? Картошка! Лопата! Дети! Люди! Дети, в чем дело? Почему я, король, должен в очереди стоять, чтобы домой на ужин попасть? Потому что Версаль каждый год посещает более трех миллионов туристов. И чем я их кормить буду? У меня картошка не уродилась, а они миллионами едут. Не, все, отрекаюсь от Версаля. Не нужна мне вся эта ваша роскошь. Вот, не абы что, а отличный скромный домик. А деньги я лучше на самолет копить буду. С мигалками и джакузи. И я ведь теперь король. Пока, Бода Король. Пока, народ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова